Решила также показать вам аптечку, которую я собираю с собой, несмотря на то, что и действует медицинская страховка при выезде за рубеж, но я беру с собой, ну, я не скажу, что минимум препаратов, но беру на любой случай, который может произойти, для того, чтобы оказать помощь прям с первых минут, если вдруг кто-то заболеет. Потому что пока ты вызовешь через страховую врача, пока туда доедешь, ну, лично я уже опытная мама, могу, конечно, назначить лечение своим детям или себе, случаи бывают разные, поэтому сейчас покажу, что у меня есть с собой. Сразу хочу предупредить, что если вы берете с собой препараты и вы не очень опытная мама, то лучше берите все с упаковками, где есть инструкции, это обязательно, чтобы инструкция была с собой, потому что когда кто-то заболевает, начинается у кого-то паника, все забывается, что нужно делать. Кстати, лучше вообще написать список, что когда ребенок начал кашлять, делаем то-то, то-то и то-то, если у ребенка температура, делаем то-то, то-то и то-то, если ребенок поранился, делаем это и это. Вот лучше так, потому что когда ты в незнакомом месте, у тебя нет своего знакомого врача под боком, то начинается вот именно такое, что все забываешь, и когда еще нет инструкции, то все, лучше тогда вообще ничего не брать, а именно надеяться на помощь по медицинской страховке. Ну и я начну с того, что, во-первых, мы берем вот такой препарат, это препарат от укачивания, и мы его пьем всегда перед вылетом, снимает прекрасно тошноту, я пью ребенок, младший пьет по половинке, а мы с дочерью уже большие, поэтому пьем по целой. Ну это вот у меня припасено на обратную дорогу, на текущий путь у меня уже отложены таблеточки. Дальше пластыри, пластыри просто всегда нужны, поскольку песок, жарант, обувь натирает, обязательно пластыри беру, у меня здесь различные и водостойкие есть, и здесь две упаковки соединены в одну, и различные размеры. Эргоферон, эргоферон противовирусное, причем даже вирус коксаки, который в Турции в прошлом году бушевал, действует эргоферон и на него. У меня здесь два блистера, продаются по одному блистеру в упаковке, то есть здесь у меня две пачки, объединенные в одну для экономии места. Нурофен, понятно, да, все знают, что это такое, со шприцем, это для младшего ребенка, ну а для старшего ибупрофен, здесь содержится тоже ибупрофен, уже в таблетках, то есть вот эта вот пластина стоит, я не знаю, может рублей 10, если ее покупать в аптеке, ну сами знаете, сколько стоит нурофен. Но пока ребенок маленький, в сиропе принимать удобнее, поэтому беру так. Ацетилсалициловая кислота, да, она тоже жаропонижающая, но немножко другое действие, здесь еще есть разжижение крови, поэтому это тоже бывает нужно при обезвоживании, ацетилсалициловую кислоту беру. Парацетамол, это тоже жаропонижающая, в основном я покупаю самые простые препараты с собой, поскольку они могут вообще не понадобиться, ни там, ни в последующем, поэтому, чтобы они по истечении срока годности не жалко их было выбросить, я беру то, что подешевле. Немисулит, немисулит это тот же найс, но это действующее вещество немисулит, и в найсе такое же действующее вещество, только найс стоит там, ну 100, там 70 рублей, наверное, немисулит, я купила, не помню, рублей за, может быть, 50 или 70, то есть, ну в два раза дешевле точно, и это нестероидное противовоспалительное средство, то есть, и температуру снижает, и воспаление снимает, любимый препарат, когда болеешь, он прям, даже очень высокую температуру хорошо сбивает, но противопоказания, по-моему, до 12 лет нельзя его применять, хотя, когда у меня у дочери и младше она была, я, конечно, применяла. Дальше, пиктусин, мне кажется, забытое просто средство с детства, но прекрасно блокирует приступы кашля, если даже кашель спровоцирован насморком, то есть, бывает не истинный кашель, а когда по задней стенке текут сопли, и ребенок кашляет, и начинает лечить от кашля, кашля не проходит, на самом деле, надо лечить сопли. Вот пиктусин помогает со всем этим справиться, здесь очень простой состав, не написан, тут сейчас, девчонки, уже плохо вижу, представляете, здесь ментол, эвкалиптовое масло, то есть, вот такие натуральные препараты, но будьте внимательны, если аллергия у ребенка на что-то из этого, конечно, не покупайте. Лизабакт, это средство от боли в горле, для моих детей просто незаменимое, когда болит горло, мы обязательно покупаем Лизабакт, ну и еще для горла я беру раствор люголя, тоже из детства, да, препарат, люголь с глицерином, с распылителем, то есть, если раньше мы наматывали на карандашик ваточку и мазали горло, то сейчас все это в спреи, и я один раз купила флакон со спреем, а потом покупаю за 10 рублей и дополняю, доливаю туда, вот это я обязательно беру, но люголь, это на самом деле, у меня дети его терпеть не могут, я им, ну там еще йод содержится, по-моему, поэтому я его только на ночь им брызгаю, а вообще беру инголипт, вот это вот самое любимое, чем мы лечим горло, тоже это я возьму все, это всегда пригодится, несмотря на то, что там есть морская вода, и мы, конечно, если заболит горло, будем ей полоскать, но вот эти средства обязательно должны быть у меня в аптечке. Следующее, что мы берем, это Атипакс, накупаются иногда в уши вода, особенно из бассейна, если затекает, бывает болят уши, Атипакс прекрасно снимает, беру еще средства для ушей. Следующее, что я беру, давайте покажу, это для носа капли Риностоп в концентрации 0,1%, здесь обычный ксилометазолин, обычный сосудосуживающий, который в большинстве, кстати, препаратов содержится, но стоимость разная, допустим, вот этот стоит 27 рублей, а с таким же содержанием, такое же абсолютно действующее вещество может стоить и 127 рублей, поэтому я всегда ориентируюсь на действующее вещество и покупаю. Сульфацил натрия, это препарат для глаз, противовоспалительный, самый простой, самый копеечный, тоже беру с собой на всякий случай, также беру Тобрекс, ну, это уже посерьезнее глазные капли, у моих детей всегда, когда мы в Турции, появляется конъюнктивит, и это просто незаменимый препарат, конечно, там его можно спокойно купить в аптеке, но я взяла в этот раз с собой. Следующее, что я беру, это я беру Полидексу, вот такого препарата, кстати, в Турции нет, а он прекрасно снимает зеленые сопли, аллергический насморк, поскольку здесь есть гормоны, здесь есть антибиотик, гормоны сосудосуживающие, как раз вот этот фенилофрин, то есть это не ксилометазолин, немножко разные действующее вещество, здесь целых три в одном, и я в прошлом году искала такой в Турции купить, нет у них такого препарата, поэтому обязательно беру с собой. Дальше, средства от диареи, мы знаем, у нас рекламируют и модем, еще что-то, но у нас, честно, очень редко случается эта проблема, взяла самый копеечный, тоже, я не знаю, там, рублей за 20, наверное, он стоит, купила, на всякий случай пусть будет. Обязательно с собой есть дротаверин, это всем известная ножпа, только тоже за 3 копейки, будем так говорить. Следующее, что я беру, это мизим, мизим, понятно, шведский стол, бесконечная, ой, бесконечная еда, и мизим тут тоже, как говорится, незаменим, градусник, есть у меня с собой всегда электронный градусник, дальше взяла чуть-чуть таблеточек, каптаприл, представляете, бывает, у меня повышается давление, хотя я вообще гипотоник, точнее, оно не повышается, оно просто доходит до нормы, то есть у людей 120 на 80 норма, а для меня это повышенное давление, начинает очень болеть голова. Перекись водорода, обработка ран, это единственное средство, которое можно лить в рану, поэтому я беру именно его, а не зеленку и не йод, их не зеленку, не йод, они спиртосодержащие, их нельзя ни в коем случае наливать в рану, только в края раны можно обрабатывать. Дальше, лортодин, это самое простое средство от аллергии, но очень действенное, одна таблетка в день, сколько же, 12 что ли рублей я заплатила за 10 таблеток, а здесь у меня в упаковке, кстати, я объединила, здесь у меня 3 упаковки, у меня у самой бывает аллергия на солнце, у детей может тоже там непонятно на что образоваться, поэтому я взяла, взяла аскорбиновую кислоту, здесь по 1 грамму, если вдруг повышается температура резко, я разбавляю водички и мы это и пьем. Так, дальше, ну взяла на всякий случай активированный уголь, вообще ни разу в жизни мне не пригодился этот препарат, но всегда с собой есть. Конечно, не обошлось без антибиотиков, разного, разные действия у них, то же самое копеечный взяла, азитромицин, ну просто копеечный препарат, а на самом деле, по-моему, это, его аналоги продаются и за 500, и за 600 рублей, бинты широкие и узкие, конечно же, взяла, ацикловир взяла, мазь, герпес выскакивает у людей не только на холод, на переохлаждение, но и на перегрев, поэтому обязательно нужно взять, чтобы потом не бегать, не мучиться. Следующее, что у меня здесь лежит, это ацикловир в таблетках у меня есть, в первые часы, если применять, то зуд от герпетических высыпаний становится значительно меньше. Цитрамон взяла, тоже бывает давление низкое, то высокое, это низкое, поднять давление, ну и анальгин, на самом деле, препарат не пью, никогда и детям не даю, он уже сейчас считается чуть ли не запрещенным, особенно в педиатрии, в детской практике, но беру его для того, чтобы снижать температуру, бывает, что высокая температура ничем не сбивается, и берешь анальгин, раньше был димедрол, а сейчас любое антигистаминное, анальгин, димедрол и парацетамол, и вот эта вот тройчатка, так называемая, просто мгновенно снимает температуру, сбивает и надолго это держится. Не знаю, брать нет, нашла, зачем-то, покупала, не помню, кому-то назначали, ни разу так и не пользовались, акридерм, вроде противоаллергическое, противовоспалительное действие, может пригодиться, ну не знаю, надо ли брать еще, и еще у меня был где-то декспантенол, его тоже возьму, несмотря на то, что есть с собой кислородный бальзам, и крем с аргинином тоже возьму, лучше взять с собой больше привезти обратно, чем вдруг чего-то там не хватит. В общем, вот такая немаленькая аптечка, но она, кстати, не очень дорогая, здесь все просто за копейки куплено, вот это все беру с собой, и надеюсь, очень надеюсь, что мне ничего из этого не понадобится. Большое спасибо, что посмотрели, с вами была Соловьева Марина, всем пока!